Друзья, всем привет, Жук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу рассмотрим сегодня ситуацию по Ripple и по Bitcoin. Соответственно, посмотрим, какой прогноз я давал в прошлом выпуске, как он себя реализовал. Также хочу вам напомнить то, что своими соображениями в моменте я делюсь в Telegram канале. Ссылку на Telegram канал вы сможете найти в описании. Ну и давайте сразу ближе к делу. Торгую я на бирже CX. Довольно многие спрашивают, почему на этой бирже. Давайте я совсем кратенько скажу. Я, может, попозже сделаю подробный обзор этой биржи. Биржа CX вообще чем хороша? Во-первых, там довольно небольшие объемы. Это раз. Чем это круто? Видны все спекуляции. Движение цены по CX такое же, как по Bittrex, по Bift Phoenix, по любой другой крупной бирже. Но на CX эти движения, они реально видны. То есть ордера ботов, какие-то движения манипуляторов, вот эти все стенки, они все очень хорошо читают. Собственно говоря, поэтому, когда я даю там краткосрочные прогнозы, в 90% случаев там они правдивы и верны. Также плюс CX заключается в том, что, во-первых, это лондонская биржа. Она аффилированная со всех сторон. Те, кто помнят, в Англии у нас с криптовалютами все хорошо, они разрешены, никаких там гонений нету. Также эта биржа не какая-то там, вот полгода назад появившись. Это биржа с огромной историей, которой не один год. Хорошая поддержка, удобно то, что можно с карты выводить, на карту заводить. Никаких проблем. Ну, действительно, никаких проблем. Кто бы там чего не боялся. Они постоянно развиваются. У них, пожалуй, одно из самых удобных мобильных приложений для торговли. И действительно, если там какие-то резкие движения, не обязательно сидеть там в терминале у компьютера. Можно все сделать там через планшет, через телефон, и это очень удобно. Вообще, данное приложение, я считаю, одно из самых лучших, которые, в принципе, есть у какой-либо биржи. Собственно говоря, это причина, почему я выбрал эту биржу уже второй год. Я на ней и другими биржами я почти не пользуюсь. Если пользуюсь, то для хранения. Просто, чтобы на разных площадках было. Основные все свои торговые движения я делаю по сексу. Ссылку на эту биржу вы найдете в описании. Она реферальная. Там есть какой-то бонус. Я, честно, не помню какой. Типа, если вы будете торговать через мою реферальную ссылку, там будет пониже комиссия. Ну и, собственно говоря, мне тоже там какая-то копеечка будет падать. Не подумайте, что я там рекламирую эту биржу. Это действительно очень крутая биржа. Ладно, давайте ближе к телу, как говорится. Посмотрим биткоин. Прошлый выпуск у нас с вами был 10-го числа. Соответственно, вот как раз на этом уровне. Здесь я давал точку входа. Сказал, что это неплохая точка входа в актив. И, ну, во-первых, это было действительно видно, потому что там были уже сосредоточены довольно неплохие объемы на закуп. Плюс, если посмотреть в историю, конечно, этот уровень у нас очень хорошо держится. То есть, постоянно мы этот уровень держим. Ожидал я актива в уровень 8000. Там, соответственно, я сказал, что будет консолидация. Дальше 8200. И уже далее я давал в Telegram канале. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, соответственно, сказал сейчас боковик. Поддержку, с которой смотрим локальную. То есть, перед походом 7900. Ее мы с вами выдержали. И, соответственно, пошли на уровень 8200. И, собственно, также в Telegram группе давал, что дождались 8200. И теперь мы должны ждать боковик. Вот, поболтаемся 8200, но покупатель явно нацелен на 8500. Покупатель, он стал чуть-чуть послабее. Но явно уровень 8100-8200 держим. Причем на 8100 у нас довольно неплохие объемы. И в ближайший день мы точно можем ожидать продолжения боковика без падения. То есть, мы можем ожидать исключительно либо боковик, либо рост. Но я сегодня ночью смотрел, смотрел, как отторговывают азиаты. Азиаты очень поддерживают рынок. То есть, даже несмотря на то, что у нас перед их сессией пошел слив, они начали откупать. Ну, и я молчу уже про то, что мы, в принципе, даже не доходим до поддержки. Уже на этих уровнях нас откупают, а поддержка у нас находится на уровне 8050. Такая нормальная поддержка, сильная, локальная. Плюс хотел бы обратить внимание, что некоторые альты у нас начали стрелять. Они идут на опережение рынка. Думаю, биткоин нас тоже начнут подтягивать. И вот куда я уже ожидал еще в прошлом выпуске, в уровень. Ну, там получается 8400, 8700. Ну, вот я даю вам среднее. 8500. Вот сюда мы должны его будем, собственно говоря, увидеть. С наибольшей вероятностью. В моменте мы с вами будем смотреть. Опять же, буду обозначать это в телеграм-канале. Как себя актив поведет на этих уровнях. То есть, здесь варианта два, действительно, и надо только смотреть в моменте. То есть, либо здесь появятся продавцы уже, потому что пока что это, ну, довольно глупо говорить так наперед. Появятся ли продавцы на уровне 8750. Либо здесь у нас появятся агрессивные покупатели. И здесь мы будем с вами принимать решение, есть ли смысл закрывать здесь актив. Либо уже стоит подождать, и будет какая-то вероятность пробоя там уровня 9200. Но это так более долгосрок. Я смотрю, на данный момент все же мы уже активно бьемся в это сопротивление. И актив в средний уровень там 8500, 8600 мы с вами можем в средний срок ожидать. По крайней мере, на данный момент рынок показывает, ну, наименьшую вероятность того, что мы опять пойдем там на ретест до 8000 долларов, 7900. То есть, если, ну, восьмерка тоже очень навряд ли. Все-таки вероятнее боковик. И какой-то локальный рост минимум до уровня получается 8400. Что касается ситуации по XRP. Здесь я, конечно, буду в большей степени отталкиваться от поведения биткоина. Что хочу обратить, на что хочу обратить внимание. У нас его очень хорошо откупает. У нас действительно довольно большое количество покупателей. Также довольно многие спрашивают, почему, блин, ты выбрал этот XRP. Я вам объясню. Это довольно безопасный актив. Да, он не дает там каких-то сверх процентов. Но вы просто посмотрите на него. Действительно, 37 центов – отличная поддержка. 32 цента – отличная поддержка, мощная. Здесь тоже уровень – 35 центов. Тоже поддержка. Тоже от него, даже если будет провал, отбиваемся. И этот актив, он дает возможность перестраховаться. И, например, понимаете, здесь как бы такая тема, насколько ты торгуешь. Типа, когда ты заливаешь много денег, да, то, ну, типа, лучше, чтобы у тебя были какие-то страховки. То есть, это не лайткоин, где наш лайткоин, который летит, пробивает хаи. Да, я понимаю, что у него там халвинг. Но, друзья, кстати, по поводу халвинга. На халвинге мы с вами еще заработаем. Сейчас лайткоин себя ведет слишком непредсказуемо. Объясню, почему. Дайте, да, закончу мысль с риплом. Вот он летит, и вот хрен его знает. Вот сейчас он остановился на этом уровне. Удержит он его или пойдет ниже? Потому что у него очень маленькая капитализация, но реально. И им сейчас активно манипулируют. Вы что думаете, это люди закупают, типа, перед халвингом? Это людям показывают то, что перед халвингом будет еще рост, и то, что после халвинга будет рост. Это самое, что ни на есть, подготовка для пассажиров. Я поэтому и говорю, что потом мы еще на этом лайткоине успеем заработать, когда он покажет себя, ну, вот эта ситуация будет более внятной. Вероятнее всего, в этот актив мы перед халвингом тоже будем перезаходить. Но пока что об этом просто тупо рано. И вот эта вот, вот эта вся тема, это очень высокорискованная тема. Рипл, ну, держим мы позицию. Все предельно ясно. Пробиваем 37 закреплением, пойдем вниз. Здесь нету таких каких-то сверхпотерь, если вдруг будет не по сценарию. Расти ему есть куда? Расти ему 43, дальше 45, дальше 47 центов, 52 цента. Все эти уровни абсолютно достижимы, учитывая особенно, как его здесь откупают. Просто даже увидев этот откуп, можно понять, что в средний срок рипл по 44,5-45 центов, это 99%. Поэтому, собственно говоря, я на этом активе сейчас и торгую. Что касается краткосрочной ситуации по риплу. Пока его держат, но здесь будет небольшая просадочка. Собственно говоря, эта просадочка должна будет дать как раз подзакупиться. Просадочка, вероятнее всего, будет до уровня 39-39,5. Потому что мы сейчас довольно хорошее сопротивление ударились. Плюс у нас все-таки объемчики уже потихонечку падают. У нас, видите, появляются ордера и ботов, и ордера людей на продажу. Которые не так сопоставимы с ордерами покупателей. Поэтому внутри вот этого канала еще, я думаю, рипл можно будет поймать. Но более среднесрочная, это, конечно, поход в 42 и выше. Опять же говорю, что это с наивысшей вероятностью. Это не гарантированно, это не 100%. Но вероятность этого наивысшая. Лайф, подписка, комментарий, работает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!